Игнатих Иванович, молитесь. 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 Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, всяческих ради! Боже, очисти мне грешиво, як каникали же благое сотворить пред Тобою, но избави меня от лукавы, да будь мне воля Твоя. Да неосужденно, отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое Святой Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и вовеки веков. Аминь! Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде Сыни, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди вселися вны и очистины от всяких скверных. И спаси, блаже души наши! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и вовеки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, осчисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети сели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, якажи и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука Бога, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Отставши от сна, препадайте блажь ангельскую песню, опиемте сильный. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, отодраясь на возлительный си Господи, ум мой просвети и сердце. Снимай, отвердивая, ежепетите, святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезавтра Судья приидет, и ко Его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи. От сна востов благодарю Тебя, всесвятая Троица. Как выгирает Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешный, не поубил меня с беззаконием моим. Но человеколюбцал и си обычное. И в ничайне лежащего воздвигло и си. Воежеутриньте, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поущайте со совещем Твоим. И разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание и сердечем. И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. О-о-о. Шестьдесят восьмой псалом. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Пошел во глубину вод, и быстро течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без звены больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились, чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, Божий Израиль. Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестью покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоим снедает меня, и злословия злословящих тебе падают на меня. И плачу, пастясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды в ретище, и делаюсь для них притчей. А мне толкуют сидящие в ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвой моей к тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мной пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, во множество щедро Твоих, призри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я оскорблю. Скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее ради врагов моих, спаси меня. Ты знаешь, поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все перед Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я из немог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет рапеза их сетью им, и мир на пиршество их западнею. Да поброчатся глаза их, чтоб им не видеть, и честно их расклад навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламя гнева Твоего, да обымет их. В жилища их, да будет пусто, и в шатрахе, да не будет живущих. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания у изленых Тобою умножают. Приложи беззаконие беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою. Да избавятся они из книги живых, и с праведниками, да не напишутся. А я обеден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии. И будет это благоугодник Господу, нежели волк, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят этот страждущий, и возрадуются, и оживлет сердце ваше, ищущие Бога. Ибо Господь внемлет нищим, и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущиеся в них. Ибо спасет Бог сего, создаст города Иодины, и поселится там, и наследует его. И потом старобов его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем. 69-й псалм. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне. Хорошо, хорошо. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе. Все ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно. Великий Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли. Слава Цвое Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, По великой любви Ты сошел и воплотился, Чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, Спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, Это не было бы благодатью и даром, Но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием И неизречен в милости, Ибо Ты сказал, о Христос мой, Верующий в меня будет жить И не увидит смертью в веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, То вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмениться же мне вера вместо дел, Божий мой, Ибо не найдешь никакие дела правдущих мне. Но вместо всех дел, Тебе будет довольна вера моей. Пусть он отвечает. Пусть он оправдает меня. Пусть он сделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана. И да не похвалится тем, Что отторг мне Твоей Слово Божие, Руки и защиты. Но хочу ли, Или не хочу, Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, Очерево Матери моей. Подоби меня, Господи. Мне возлюбить Тебе, Как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе, Без ленности, Как я прежде работал на сатану-брестителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, В последней жизни моей, Ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Поставь мне внести мою бедную душу, Несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности сгума демону, Починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, И выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель Бедному души и телу, Прости мне все, Чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, Защити меня на настоящий день. И сохрани меня От всякого искушения вражеского, Чтобы мне не пронять Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, Чтобы Он утвердил у меня страхи своем И садил у меня рабом, Достойно своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица, Моя Богородица, Святыми Твоими И всесильными мольбами, Отгони от меня Ничтожного и несчастного раба Твоего, Уныния, Заввения, Неразумия, Нерадения, И все скверные, лукавые И хуйные помышления От несчастного моего сердца И помраченного умом моего, И погаси пламя страстей моих, Ибо я нищ и слаб. Избавь меня От многих лубительных воспоминаний И намерений И освободи от всех Овзлового воздействия, Ибо Ты благоценна от всех родов, И Твое пречное имя славится Во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, Надежда, Любовь, Ибо мы усердно к Вам прибегаем, К скорым помощникам, Молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, Радуйся, Обрадована Мария, Господь с Тобою, Благословен Ты в женах, И благословен плод От чрева Твоего, Яко родилась и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила Честнага, Животворящего Христа Господня, Не остави нас грешных, Уповающих надяга. Спасибо, Господи, Люди Твои, И благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твое, Сохраняя крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, И помил от самого духовного Родителя и Сродника, Благодетеля, Петрополитов, Марта, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Рея и Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Максима, Владимира, Андрея, Игребу, не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Метрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корнирия, Александра, Диазора, Метрополита Тихона, Илариона, Ирис, Священнический, Иношечки, Иношечкичин, И вышли истинные служители, Миссионеры, Христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам, И буддистам, И нам, Дающего священника, Рожденного, Свыше благовестника, И место для занятий, Как угодно тебе, Смири власти воинства их, Наведи страх на них, Ищи из них сотвори Благое церкви твоей, Умудри их издавать Добрые законы И исполнять их, Дабы дали достойность Жить людям, Чтоб было еще Уделять нуждающимся, И коснись их сердец, Преобразуя в духовное, Владимира, Михаила, Жозепа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, И Карабаху, Казахстану, Канаде, Где смуты и мятежи, И смутьяна Алексея Укроти, И все сообщества Развею, В ничто преврати, И покажи ту бездну, Куда не сталкивают Людей, Доверившихся им, Слава тебе, Господи, За тихую и мирную ночь, Что жизнь нашу продлил, И разум сохранил, Дай вам желание Трудиться, Обнаружить и умножить Все наши таланты, Дарованные тобой, Для всего посинам Добрых помощников, Наставников, Советников, Да будет благословен Этот день, Которого никогда Еще не было Во Вселенной, Господи, И мы совершенно Не знаем, Что нас ожидает В нем, Научи нас во всем Доверяйся Тебе, Полагаясь на Твой промысл, Твою заботу о нас, Ибо верующих Тебя, В страхи ходящих, Исполняющих Твои заповеди, Ты назвал святыми И избранными Твоими, Помоги нам оправдать, Господи, Эти великие названия Жизни Своей, Хвала Тебя, Нас Господь, Белосердный, Господи, Защити Жилища Наше Исселение От пожара Воров Нечистой силы, Благослови Живущих Там, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, Дай веру, Благослови Людмилу, Владимиру, Любовь, Алексея, Иосифа, И пришли добрые Жители с детьми, Любящими, Знающими уставы Твоих, Ходящих в страхе Господнем, И сохрани школу, Спаси и помилу, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадович, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину, Господи, Да будет каждый из них Проповедником Слова Твоего, Ближе к покаянию, Господи, Возри на угрозы врагов, На все потоки лжи, Изливаемые, Да поглотит земля, Да не дойдет это до верующих, И в судный день не помяни их безумия, Ибо не знают, что худо творят, И благослови благодетели наших, Воздаем дабы вам всей жизни и будущей, Елену, Елену Людмилу, Обрати Евгения, Наталья, Надежду, Юлия, Эдуардовна, И помоги нам раздать трехтомники, И пошли необходимое средство для всему, В заженном терпелакном толковании. Слава Тебе, Христе Божий наш, Воздай милостью всем, Кто строил эти жилища, Где мы находимся, И храмы, Где мы находим утешение, Как союз братства, И от непогоды нас сохраняешь. Упокой, Господи, В обители небесных усопших, Отец и братья наших, Родителей, Сродников, Благодетелей, Всех православных христиан, Ибо нет человека на земле, Который, 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 Евгений, Валерий, Амадов. Ибо без Тебя, Господи, Лучше бы не родиться человеку. Помилуй нас, Да будет между нами мир, Любовь и согласие По слову Твоему. И надей все наше родство, Ивдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Лену, Марию и Татьяну. Путешествуй, Сраи, Сырва, Виктора, Александра. Слава Тебе, Христе Божий наш. Благослови Евгения Анастасии. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Слава Тебе, Наш Бог и Его, Авва, Отче. Свят, Свят, Свят Господь Самого. Вся земля полна, Слава Его, Аллилуйя. Слава Высшей Богу на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и канонной церкви, как на истину. Слава Тебе, Христе Божий наш. Воздай милостью всем, кто трудился от моей душой и возрастаниями Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна Победина. Святая Госпожа Богородица, признай Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими Святыми. Господи, воздай милостью всем, кто помог совершить на миссионерское путешествие и посеянное, да взойдет и дас обильные добрые плоды. Благостави Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежду, Людмилу, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру и Русику да истину Христову веру, дабы не верили же пророкам. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе, ибо нет ли нового Бога столь любящего творения Своего, как Ты наш Христос и Бог Спаситель. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и путешествий. Не покинев смерть, ты сейчас, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу по мытарствам страшным и непонятным. И ведею нам веки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, Хреститель, притейший Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности. Имея пропитание и одежда быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. Слава Тебе! И даруй каждому доброе жилье Сергею Гавриеву. Слава Тебе! Святитель Христов Никола, Мирликийский, чудотворец, образ кровтости, воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Да примет Господь твоя молитва о нас, о живности нашей, через которые Господь обречает нашу жизнь на этой печальной земле. Господи, тяжкого недуга пьян в свои глаза, прошу Тебя, Павла, Михаила, Андрея, Владимира, потерянного Александра найди. Благослови, найди и останови блуждающих Алексея и Сергея, дабы не обманывали себя и людей. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ну и Осип, Патриархи, Ездраниеме, Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрак и пророк Михея, Авраам, Исаак и Аков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церкви Свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не засталась ни готовыми, но чтобы мы выше навстречу Те, Господи, с дарящими святильниками истинной веры и сосудами в полном мире добрых дел, с отделом Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Благослови, Господи, готовящий к себе жилище Михаила и Елену, Романа и Катерину. Слава Тебе! Хвала Тебе, наш велосердный Господь Создатель! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем о жизни вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики! Игнатий Богоносец, Поликамс, Минский усильфилософ, Космай, Дамиян, Андрей, Стротилат, Иерон Мущий, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелейман, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, на щелой или правую руку. Господи, устрашив правителей мира, и священство, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных казней, грядущих на всю вселенную, можно избавиться какими-то изобретениями, договорами, медициной, все это дьявольская ложь. Ибо твои причистые уста произнесли сие, что будут глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ, и царство на царство. И ты добавил, что всему надлежит быть, и этого никто не может отменить. И все это по любви твоей, чтобы люди примирились с тобой при жизни. Ибо страдание содействует тому, чтобы человек искал Бога, ибо страдающие плоти перестает грешить. Слава тебе! Аллилуйя! Господи, благослови призванных в армии, как на фронт, Никиту, Александра, Максима, Ивана, Георгия, посети, Господи, тюрьма, лагеря, психиатрические темницы для запрещенной дети твоей. Благослови Сергея Ильию и даруй им свободу по воле твоей, святой. И расположи к ним людей, и чтобы все эти призванные, лишенные свободы были истинно рожденные свыше, благовестники, чтобы через них свет Божий высиял там, где смерть. Не допусти, чтобы они стали убийцами, возврати их в мире, в здравие. Прими наши молитвы, Христе Божий наш, исполни. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы. Чокла первомущенца, Патина, Самарянина, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Бавара, Екатерина, Терпетюя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина, Тадарует Господь женам и девам послушание, молчание, Целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия, исправь и покоримость долины семейства ее Евгении, Надежда, Людмила, Виктория, Иоанна, молитве Бога, она святая отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуц, Афанасия Великий и Преемсирия, Антоний, Макарий, Бакарий, Антоний, Феодосий, Корнилий и Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Анкронштадтский, Ансалхай, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Илорет, Иероним Стридонский и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохрани нас Господь в святой православной вере, а замысля еретиков, прозруш, разве и в ничто преврати. Слава Тебе, Христе Боже наш! Расшири-то наше интернетное сообщество, желающих сотворить, пакать и разрушить, коснись сердец их. Как многое здесь слышат люди, пребывающие. Дареность каждому из нас знать нужды ближних и переносить их Тебе. Посети болящих, дай силу перенести безропотно страдания. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Ольгу, Людмилу, Маргариту, Татьяну. Дай силу безропотно перенести страдания. Благодарю Тебя, Господи и Ольгу за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, все это может оказаться спасительным для нашей души. Слава Тебе, Христе Боже наш! Сохрани наши сокровища в интернете и расположи их администрацию к нам и благослови и трудящихся в этом поприще Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриева, Вячеслава, Владислава, Николая, Гавриева. Обрати Тимофея, Тимофея, Маркина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе, Малосердная, за это прекрасное новое утро! Господи, прими нашу молитву возъяне рук, как жертвы вечерней благоухания приятной перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молясь, как и Тебе на небе, на земле. Ты творец, сотворивший этот мир и сохраняющий его как зажидитель. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий пролитой крови Сына Твоего единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и наши молитвы исполни о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Примолимся о незаповедавших, коснись их сердец, приведи их к покаянию, ибо покаяния нет за гробом. Будь милостивом. Тебе Божья хвала, Тебе слава, Тебе счастья и поклонения за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит рабы Твои голос Твой. Аминь. Доброе утро всем и мир всем. У нас уже сложилось определенное здесь как-то расписание после утренних молитв. Считается Слово Божие, Новый Завет, Столкование Блаженного Фефилакта. И уже как поприще какое проходим по порядку. Считают Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием Блаженного Фефилакта. Даруй, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Послание святого апостола Павла к Эфесянам, третья глава с тринадцатого стиха. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Толкование Потому что велика тайна вашего звания и великое дело мне вверено именно проповедь к вам. И необходимо мне подвергнуться узам и терпеть зло от непонимающих тайну и сопротивляющихся ей. Посему умоляю вас не унывайте, то есть не страшитесь и не смущайтесь, как будто происходит что-то странное. Ибо слава ваша в том более состоит, что Бог так возлюбил вас, что не только Сына Своего отдал за вас, но и нас, рабов своих, ради вашей пользы, подверг опасностям и узам. Если же мои скорби служат к вашей славе, то гораздо больше вы прославитесь через собственные скорби. Посему даже если бы и сами вы подверглись скорбям, не падайте духом. 14-15 стихи «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Толкование «Так как вы удостоились такой любви и непостижимы те блага, которые вы получили и которые еще получите в будущем, то я молю, говорит, чтобы дарована вам была благодать вселившегося в вас Христа. Благодать постигнуть это и познать, насколько вы возлюблены. А что эта мольба напряженная обозначает словами «Преклоняю колени мои». От Верховного Отца говорит всякое Отечество. На земле племена называют Отечествами, получившие такое название от имени рабов. На небесах же, так как там никто ни от кого не рождается, Отечествами обозначает отдельные сонмы, то есть и горние, и дольние чины Он сотворил, и от него произошли те, которые именуются Отцами. 16 по 18 стихи. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Толкование. «Чего же я молю для вас? Да даст вам Бог богатый и желающий прославления имени своего утвердиться в борьбе с искушениями, так, чтобы не только не смущаться ими, но и переносить их». И недовольствуется выражением утвердиться, но прибавляет крепко, прося изобильных для них благ. Как же утвердиться духом его, ибо он есть подающий крепость, так и Исайя называет его духом крепости. И не только утвердиться, но гораздо более и сильнее вселиться Христу в сердца ваши, не на поверхности, а в глубине. Каким же образом? Верою. Ибо в верных сердцах обитает Христос, приходя с Отцом и творя в них обитель, как Он и предсказал. Иоанна 14, 23. «А этого вы достигнете, когда укоренитесь в любви Его, и не будете колебаться и смущаться. Итак, апостолы спрашивают для них двух благ, чтобы они укрепились духом, чтобы вселился Христос в сердца их, или же, чтобы вы, утвердились и стали достойными того, чтобы вселился Христос в сердца ваших». О чем вначале Он молился, чтобы дан был им дух премудрости и откровения к познанию того, в чем состоит упование, звание их и прочее, то и теперь говорит, чтобы вы могли постигнуть со всеми верующими тайну совершенного ради вас, она столь велика, что простирается по всем направлениям. Посему Я писал ее внешними чертами, приписывая ей и вверх, и низ, и боковые стороны, ибо, хотя я и объяснял, невозможно из моих слов понять это в достаточной мере, но только через духа святаго, не иначе вы можете постигнуть это, как получив подкрепление от духа. Ибо нужна великая крепость, и если не вселиться в вас, Христос, мы ничего не в состоянии сделать, Григорий Женистский говорит, что широтой, долготой, глубиной и высотой обозначается крест. Посему апостол молился за эфесян, чтобы они смогли постичь тайну креста, ибо все домостроительство им объемлется, и самое важное в нем крест, в котором особенно проявляется любовь Божия, как и Господь говорит Иоанна 14-12, посему и Павел указывает на эту любовь. 19-й стих «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию». Толкование «И да возможно и говорит познать любовь Христову, превышающую всякое разумение». Как же мы познаем ее, когда она превышает всякое понимание? Во-первых, он сказал, что любовь превосходит понимание, конечно, человеческое, а вы не человеческой мыслью, но духом познаете ее. Потом, не то он сказал, что познаете точную меру ее, но то именно, что она велика и превышает всякое понимание. «Сие молю познать вам духом». И кто же, говорит, не познает всего? Все и те, которые ропщут на обыденную действительность и те, которые отдают предпочтение мамоне пред Богом. Так как, если бы познали ее, мы и на провидение не роптали бы и к настоящему не были бы привержены, отступив от Бога так нас возлюбившего. Заметь также, если любовь его превышает всякое понимание, насколько же более существо его? Двояко это понимали. Или допознаете, говорит, что в Отце, Сыне и Святом Духе приемлет от нас Бог поклонение, потому что это составляет полноту Бога, троичность. Или же да исполнитесь, говорит, всякой добродетели, которой исполнен Бог. Но лучше, думаю, понимать таким образом. Будьте совершенны во всем по образу Божия совершенства, познавая, насколько возможно, все божественное. Двадцатые и двадцать первые стихи. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Толкование. Я, прошу, но он и больше, чем заключается в моей молитве, сделает, ибо не только все, чего кто просит, но и больше он может сделать, и несравненно больше, то есть щедро и с избытком. И вдвойне избыток указывает несравненно и больше, ибо возможно сделать и более просимого, но не несравненно. Это значит щедро и с избытком, но Бог может и то, и другое, как он и действительно возмог и совершил в нас великое и необычайное, усыновив враждебных ему язычников, так что уже из того, что он совершил для нас, ясно и то, что сказано. И справедливо заканчивает речь словословием, прославляя благодетеля, вместе с тем показывая величия совершенного для нас. Ибо не удивлялся бы, если бы не даровал Бог столько, сколько нужно для возбуждения удивления и прославления. Не просто так же говорит тому слава, но во Христе Иисусе. Ибо подлинно никто не может и прославить Бога, как только благодатью и силой Христовой. Ибо Он подает нам дар прославления и научает, как сие совершить. В церкви слава Божия и справедлива, потому что она пребывает непрестанно и врата ада не одолеют ее. Матфея 16-18 Посему и славословие это будет вечно. Слава тебе Боже наш, слава тебе! Иисусе. Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе!